Здравствуйте, меня зовут Артем. Меня зовут Артем, здесь еще мой коллега Василий. Цель нашей презентации – обзор технологий и исследований в сфере end-to-end распознавания речи. Цель распознавания речи, понятно, это преобразование звука голоса в текст. Задачу можно классифицировать следующим образом. Это распознавание стриминговой речи или же записи. Понятно, когда у вас есть записанный файл, у вас есть больше информации и задача сильно упрощается. Когда же вы работаете с онлайн-стримом, то на вас еще дополнительно накладывается ограничение по времени инференса. Чтобы объяснить, что такое вообще end-to-end распознавание речи, нужно дать некоторое определение, сказать, что системы вообще могут быть гибридными и end-to-end как раз. Обе в настоящий момент существуют, в продакшене используются. Исторически раньше появились гибридные системы, и они вообще дают чуть более лучший результат, при том, что они очень сложны в своем создании и тренировке. Но на них удобнее вообще объяснять пайплайн распознавания речи. Все, что мы с вами говорим, весь сигнал после оцифровки делится на фреймы с некоторым перекрытием, преобразуется в фичи вектора и подается на вход акустической модели. В общем случае, акустическая модель – это нейронная сеть. Ее цель – предсказывать фонемы по входящим фреймам. Фонема – это минимальный элемент произношения нашего. Выход с акустической модели отправляется на лексикон. Здесь он помечен как pronunciation model. Это, в общем, большой словарь, который создается для каждого языка, для каждого акцента, и который ставит в соответствие слову последовательность фонем. И дальше, после лексикона, уже у нас есть слово. Эти слова отправляются на языковую модель. Языковая модель уже преобразует все это в какой-то более-менее связанный текст. Языковые модели тоже могут являться нейронными сетями или статистическими эндгранными моделями. Вообще, как раз это целая отдельная наука, и мой коллега Василий вам про них расскажет. Теперь можно объяснить, что же такое end-to-end. Целью end-to-end является объединение как можно большего количества элементов в единую нейронную сеть, чтобы упростить всю систему. На практике выходит так, что чаще всего объединяется акустическая модель и лексикон. И на выходе мы получаем уже графемы или буквы. Также существуют системы, которые обходятся без языковой модели отдельной. Но языковая модель – это априорная информация о языке. И когда мы ее имеем все-таки отдельно, то качество нашего распознавания улучшается. В данной таблице можно видеть эволюцию end-to-end сетей, моделей, открытых на… здесь самые значимые публикации, которые имеют реализацию в GitHub, мы перечислили. В последней колонке ошибка показана на датасете LibreSpeech. Это записанные аудиокниги. И что можно просто сделать вывод по этой таблице? Первое – это то, что сейчас модели очень сильно выросли в количестве слоев. И сейчас уже применяются residual связи. И две концепции, которые чаще всего используются. Это сверточные плюс рекурренты, либо глубокие сверточные модели. Теперь важный момент. Если мы вернемся к слайду, мы увидим, что здесь на конце есть нечто такое CTC. В end-to-end сетях нет лексикона, как мы говорили. И нужно каким-то образом выполнять вот это выравнивание. Вот это выравнивание имеется в виду распределение букв по фреймам, которые мы получаем. И в end-to-end решениях самым первым способом являлся CTC, как раз, как читается, Connection Temporal Classification. В российской литературе это часто называется просто темпоральная классификация. Это самый простой подход. То есть в этом случае наша сеть будет выглядеть, как показано на схеме. Энкодер – это, в общем-то, аналог акустической модели, где после нее стоит некоторый механизм, который выбирает наиболее вероятную последовательность букв. И все. И на конце мы получаем графемы. Такие сети обязательно используются с языковыми моделями, потому что без этого будет очень плохая точность. И следующим этапом в развитии являются RNN-трансдюсеры. Это более сложные схемы. Здесь вот тоже есть энкодер, но еще есть prediction network, который является собой некоторую концепцию языковой модели. На вход ему подаются предыдущие распознанные графемы. И потом выходы с prediction network и энкодера въюдятся в joint network, и мы получаем уже предсказания текущей графемы. Важно сказать, что и RNN-трансдюсеры, и CNN могут использоваться для распознавания стриминговой речи. Это очень большое их достоинство. В недавней публикации от Google они сделали модель, которая используется на телефонах. Размер ее 80 мегабайт, но там с языковой моделью вместе. Она как раз реализована на трансдюсерах и делает inference без соединения с интернетом. Очень быстро и качественно. Следующим этапом это attention. Я думаю, что я не буду сильно углубляться, как работает attention, потому что это сквозная тема на многие сферы глубокого обучения. Он встречается и в других направлениях. Важно что сказать, что attention сильно лучше, просто лучше и трансдюсеров, и CTC-решений. Но при этом важно то, что они не могут работать со стриминговой речью и только работают с записью. В своем самом первом решении. И это является целым направлением для исследований. Все, заканчиваю. Вот посмотрите, первые две строчки, это нейрол трансдюсеры и Чанкуай Салайминс. Это попытка адаптировать attention под стриминговую речь. Но сейчас я уже вынужден освободить место для моего коллеги, чтобы он вам рассказал про языковые модели. Да, сейчас я вам расскажу про языковые модели. Использование языковых моделей позволяет улучшить качество распознавания речи. Особенно в тех случаях, если речь идет о собственных именах, каких-то редких тематических словах и прочих случаях, использование языковой модели является оправданным. При этом стоит отметить то, что в случае собственных имен языковая модель значительно позволяет улучшить качество распознавания речи. При этом стоит отметить то, что объем тренировочных данных для акустической и языковой модели сильно различаются. Для языковой модели на несколько порядков больше необходимо выражений для ее создания. И речь идет в случае, если мы говорим о паре аудиотекста для акустической модели, это миллионы записей, то в случае языковой это миллиарды. В настоящий момент используются три основных подхода. Причем первый из них является наиболее классическим, и его используют большинство систем распознавания речи. Это энграммы и взвешенные трансдюсеры или преобразователи. О каждом я расскажу более подробно. Первый подход предлагает использование некоего набора слов, либо графа, который определяет возможные слова для появления в речи пользователя. И второй подход – это разработка модели на основе рекуррентной нейронной сети. При этом стоит отметить то, что в некоторых работах предлагается не только использование рекуррентных нейронных сетях, но есть еще, например, сверочные нейронные сети и другие. При этом также возможно использование одновременно нескольких подходов, допустим, основанных на энграммах и нейронных сетях, вместе для улучшения качества распознавания. И совсем недавно подход был предложен для Джаспера, для модели, про которую говорил Артем. Там языковая модель была разработана с пользованием трансформерами. Более подробно я расскажу про них в конце. Так, модель классическая на основе грамм – это взвешенные трансдюсеры. Здесь порядок слов определяется некоторым графом, причем этот граф может обладать какими-то весами, либо нет перехода между словами. И эти веса определяют вероятность появления слова в последовательности. И таким образом создается вероятностная модель появления слов, который может произносить пользователь. Стоит отметить то, что количество стейтов для такой модели в действительности достигает огромного количества, достигает десятки миллионов стейтов. И обработка такой модели является оптимизационной проблемой. И поэтому в прошлом году у компании NVIDIA было проведено исследование, связанное с обработкой как раз языковой модели. Они показали, насколько это ресурсозатратно. И в этом случае они предложили свой декодер для Caldi. Это фреймверк SR, использующий классический подход, гибридный подход. И они оптимизировали декодер, который использовал многопоточность для обработки вот этого графа. Следующий подход предполагает в использовании рекуррентных нейронных сетей. Как мы видим… Есть? Хорошо. Вот по этим двум табличкам можно увидеть то, что рекуррентная нейронная сеть дает преимущество в сравнении с классическим подходом на основе Ngram. Несколько процентов. И при этом обратите, пожалуйста, внимание на вторую таблицу. Вы видите, насколько RNN выигрывает в размере. То есть если в первом случае это 2 гигабайта, то классическая модель 80 гигабайт. При этом это условие дает возможность использования языковых моделей такого объема без потери качества на мобильных устройствах. Следующий подход как раз связан с трансформерами. И в JASPER буквально в апреле 2019 года был предложен подход разработки языковой модели на основе трансформеров. И у них получилось достичь лучшего качества на доле процента в сравнении с классическим Ngram подходом. Что, конечно, вызывает определенный интерес для дальнейшего исследования этого подхода. Также, когда я говорю про модель, основанную на использовании рекуррентных нейронных сетях, то стоит отметить то, что этот подход достаточно сложно и на данный момент является проблемой, обрабатывает собственные имена. Для FST, для взвешенных трансдюсеров, используется такой подход как байсинг. Он позволяет улучшить качество распознавания собственных имен. Вот вы видите по табличке две колонки. Первая это без байсинга и второй байсингом. Смысл его заключается в том, чтобы в этом графе использовать специальные декораторы или же плейсхолдеры, в данном случае контакт. Видите оригинальный граф, как выглядит. И потом на лету в процессе декоринга, либо уже перед декорингом заранее вставить вместо этого декоратора вполне определенный граф, который определяет контекст. В данном случае у нас строгая грамматика контактов. И вместо этого плейсхолдера контакт идет вставка этого графа в наш начальный. И тем самым мы можем улучшить качество распознавания этих имен согласно таким полученным результатам. Собственно, это все. Мы в своем докладе хотели вам рассказать о последних тенденциях, связанных с распознаванием речи, и какие модели используют, и какое преимущество дают end-to-end модели для решения этой задачи. Спасибо за внимание. Вопросы? Да, вот вопрос. Добрый еще день. Спасибо за доклад. Я хочу спросить. Это, наверное, имеет отношение к взвешенному трансдиюнцу, но может быть. Акустическая модель, какой имеет вес, и может ли она забороть? Например, если пользователь очень четко и отчетливо детектует слово, которого заведомо нет в лингвистической и языковой модели? Фамилию свою редкую, например. Да, есть такое. Если у нас есть языковая модель, в которой этого слова нет, то, естественно, она будет портить всю картину. То есть она просто суммируется с тем результатом, который вводит акустическая модель. При этом акустическая модель, так как тренируется на каких-то открытых данных, то вероятность правильного распознавания контактов собственных имен этой модели будет достаточно низкой. Эта проблема детально описана, например, в статьях Google. Я вам могу более подробно, очень детально рассказать, какие там есть проблемы, например, по контактам. Если вы, например, придете в наш стенд. То есть вершинный трансвьюзер это не решает? Он не получает веса из акустической модели? Нет. Это очень распознанный звук, а это невнятный звук? Нет, они тренируются отдельно. Понял. Спасибо за доклад. Прокомментируйте, пожалуйста. Говорят, что N2N требует очень коротко нарезанных аудиоданных. Как с этой проблемой бороться? Еще раз. N2N системы требуют коротко нарезанных аудиоданных. То есть они не могут работать с длинными дорожками. Вы могли бы это как-то прокомментировать? Мы имеем в виду для инференса? Да. На самом деле я не могу сейчас вам прокомментировать, чтобы точно ответить. Потому что у нас есть люди, которые с интернсом на N2N больше работают. Вы приходите на стенд, мы там ответим. У тебя есть что прокомментировать? Потому что у меня сейчас… Да, это связано с триминговым распознаванием речи. Если мы говорим про онлайн-систему, то, конечно, там все ограничивается последовательностью слов. Языковая модель, если говорим в контексте языковой модели, и мы говорим про инграммную модель, она, конечно, не учитывает длинный контекст. Она учитывает там 5 слов. Ну максимум то, что мы видели в статьях, это там 20 грамм. Но при этом каких-либо особенных ограничений, то, что нам приходилось сталкиваться, мы находили по длительности прессы, с которыми она не способна справиться. Спасибо. Извините, я все-таки дополню, потому что я действительно не слышал. Вы помните, я приводил статью Google, связанную с трендьюсерами, да, собственно. Из того, что я читал, там не было никаких ограничений. Они достаточно хорошо работают с длинными фразами, которые даже могут включать контакты. Это половина делается. Да, их главное выдавать батчами, допустим. И батчами распознавать. Но это так на самом деле тоже используется для стримингов классических в гибридных подходах. Спасибо за доклад. У меня вопрос общетеоретический. Когда мы говорим про дликовую модель, мы говорим про модель для конкретного языка. А если есть потребность, например, двух языков, например, русский со вставками английского, есть какие-то основные методы, подходы, основные вещи, которые сейчас используются или нет? Вообще, поддержка нескольких языков, это решается в первую очередь на уровне акустической модели. И языковая модель, она используется только для улучшения точности распознавания. Но при этом, если мы говорим про контакты, допустим, у нас есть адресная книга, и в ней контакты записаны на русском и на английском языке, допустим, да, то преобразование этих контактов, это решается отдельной задачей, и там нетривиальные решения. Я могу добавить, что на самом деле решение есть. Вот судя по статьям, когда у нас есть задача распознавать, мы ожидаем, что будет несколько языков, есть такие joint network создаются, когда там какие-то, на самом деле, два пункта. Да, да, скажем так, по подсети для каждого из языков. Вот, есть такие решения. То есть их можно, на самом деле, посмотреть по свежим статусам.